Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня в этом видео я поделюсь с вами впечатлениями о игре Adzem. Расскажу о ощущениях, плюсах, минусах и о многом другом. Все будет как всегда кратко, лаконично и главное по делу. Давайте начнем. С 25 числа стартовала VIP демо игры Adzem. Ну как демо, скорее всего бета-тестирование с названием демо. Попасть на него можно было либо по приглашению, либо же по предзаказу. Игра представляет собой экшен от третьего лица с элементами RPG. И по своей сути она мне напомнила дивизию, в которой ты проходишь миссию, тебе дают шмот и ты качаешь уровень, чтобы приобрести следующие возможности. Фишкой этой игры являются костюмы и их способности. У каждого костюма свои апгрейды, свои фичи и тому подобное. Если что, существует всего 4 разновидности костюма. И как по мне показалось, что это довольно мало. Эти костюмы можно кастомизировать, разукрашивать как душе угодно и выбирать разные дополнительные фишки. По типу выстрела ракеты из руки или гранат. Каждый костюм нужен для определенного вида боя. Но если же вы играете на легкой сложности, то по большей части пофиг какой костюм брать. Поиграл я в демо около 5-6 часов и знаете, мне она понравилась. Несмотря на то, что в первый день запуска я не мог в нее нормально поиграть по причине заполненности серверов. И несмотря на не очень хорошую оптимизацию. Позволю себе сказать, что моментами очень плохую. В целом, картинка выглядит сочно. Напоминает типичную графику игр Electronic Arts. С маленькой зернистостью. Единственное, что тут не очень радует, так это кадры в секунду. Их 30 и они совсем нестабильные. По ощущениям игра идет FPS 15-20. Даже на X версии Xbox у людей наблюдается фриза. Также само демо было сделано на авось. И мало того, что она не запустилась в первый день теста, так еще наблюдалось куча ошибок. После каждой миссии игра зависает и крашится. И вдобавок к этому иногда они заходят в миссию. Тупо зависая на одном месте. Но делаем ставку, что для этого демо-то и проводилось. И к релизу все будет устранено. Давайте уже поговорим о самой игре. Она клевая. Играя в нее, вы ощущаете некий новый экспериенс из-за движка Frostbite и из-за тематики игры в целом. Дело в том, что ваш костюм обладает определенными функциями, которые вы должны пользоваться во время игры. Самой клевой фишкой костюма, да может даже и всей игры, является полет. Блин, они настолько клево сделаны, что хочется всю игру тупо летать, будто ты железный человек. Единственный минус в этом, что ваши турбины греются и приходится ждать охлаждения. Персонаж чувствуется отлично. С первых минут ты понимаешь, как и что делать, и это приносит весьма прикольные эмоции. Летаешь, стреляешь, выполняешь мини-миссии, по типу собери сферы, принеси, отнеси, убей и тому подобное. В игре есть простые миссии, сюжетные, и есть рейды, в которых вы должны в конце замесить большого босса. Все выглядит динамично, прикольно, а самое главное интересно играется. В команде может быть максимум 4 человека. И пока ты отбиваешься от врагов, кого-то положили, один летит за ним, кто-то делает защитный купол, и все снова отбиваются от врагов. В общем, клево. Еще раз повторюсь, что кайф ты получаешь больше от движка игры, как он сделан, как выглядит картинка и как ощущается персонаж. Хочу отметить, что в этой игре постарались над вибрацией. Топание костюма, попадание, отдача оружия, работающие турбины костюма, и все это чувствуется на руках, что придает больше погружения и чувствительность игры. Кстати, насчет оружия. Хоть чувствуется она довольно прикольно, но выглядит она весьма похожей друг на друга. И я думаю, что на релизе это как-то исправят. В целом, я остался доволен, несмотря на оптимизацию и ошибки. И скорее всего, эту игру я обязательно возьму. В надежде, что она будет идти в стабильных 30 фпс и всех этих ошибок не будет на релизе. Потому что вылет игры после миссии, это жестко. А так игруха реально клевая, прикольная и весьма интересная. Для тех, кто тоже хочет опробовать эту игру, есть радостная новость. С 1 по 2 февраля пройдет открытая демо игры, в котором каждый из вас может принять участие. Для этого нужно лишь скачать заранее компаньон. Ссылку на компаньон я оставлю в описании. И все-таки советую вам опробовать эта демо. Для личного интереса, естественно. Ведь игруха реально прикольная и, как по мне, заслуживает внимания игроков. Очень зайдет игрокам, которые любят Дивизию и Дестини. Вот такое мнение, друзья. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свое мнение по поводу этой игры. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.